Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Итак, закончилось лето. Лето довольно, в принципе, это не очень подходящий аппарат для коллекционеров, именно тех, кто продает предметы коллекционирования, потому что летом люди больше думают об отдыхе, а не о покупках. Я как бы я сам был несколько недель в отпуске, поэтому не было новых видео. Но, тем не менее, за лето как бы я тоже продавал. Не так много, как хотелось бы, конечно, но, тем не менее, какой-то результат есть. В этом видео я хотел бы немножко вкратце рассказать о том, что же мне удалось продать. Здесь я как бы на столе выложил некоторые предметы, которые у меня еще не проданы. Были куплены на мое свое время на различных барахолках. Некоторые предметы даже еще не выставлял вообще. То есть, например, как вот этот вот фотоаппарат Olympus. Я до сих пор не могу найти время дойти до магазина и купить подходящие батарейки для него. Я даже не знаю, он еще работает или нет. Некоторые вещи я вообще не выставлял, потому что я их решил отправить на аукцион. Так вот, например, вот этот вот масонский орден, который я показывал уже в одном из своих видео. Но, как я уже сказал, тем не менее, что-то мне из этого удалось уже продать. И в этом видео я кратко расскажу о том, что же это было. Для тех, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А я начинаю. Следующую продажу, которую мне удалось совершить, это вот эта вот медаль, которую я купил буквально вот в воскресенье. Это медаль Наполеона. Если кто не видел это видео, купил я ее за 50 центов. В воскресенье выставил ее на ebay с ценой в 10 евро, с фиксированной ценой. И вот через два дня ее уже купили, мне вот перевели деньги. Сейчас я ее запакую и завтра отправлю. Вот такая вот медаль. Честно говоря, я думал, что я ее не смогу продать или будет долго продаваться, однако вот за 10 евро практически улетело. Вот такие вот дела. Ставьте за это лайк. Всем спасибо. Всем привет. Такое вот у нас маленькое видео. У меня очередная продажа. Помните, в одном из видео я показывал, что эту вещь я купил на барахолке. По-моему, я заплатил за нее 8 евро. Такая вот изящная миниатюрная шкатулка. Ручная роспись. Это Англия. Я потом посмотрел, как бы эта фирма, она очень много разных, на разные всякие темы расписывать такие вот шкатулочки. То есть там и на Рождество, и на Новый год, и на День рождения королевы. То есть у них куча тем. Вот такую вот я купил за 8 евро. Выставил я ее на аукционе eBay с фиксированной ценой 35 евро. Я посмотрел, и она где-то недели-две постояла у меня. И появился один заинтересованный человек. Я ему предложил 30 евро, и он у меня ее купил. Вот такая вот красивая шкатулка женская для драгоценностей. Вообще новенькая. Итак, купил я ее за 8 евро. Ушла она за 30 евро. Как я вижу, вещи из фарфора очень хорошо уходят. Это уже вторая моя вещь, которую я купил. Это первая была статуэтка. Вот теперь такая шкатулка. Прекрасная, я бы сказал. Вот, ушла за 30 евро я сейчас повторяю. Так что, ставьте лайк. Всем спасибо и пока. Теперь переходим к монетам. И первая монета – это золотой луидор 1787 года. Купил я его за 450 евро. Ушел он на аукционе за 510 евро, потому что состояние у него очень сильно подкачало. Всего удалось выручить 60 евро. В принципе, неплохо, хотя я ожидал, конечно, большего. Ну, как говорится, лето. Поэтому я думаю, что так дешево и ушел. Вот такая вот цена – 510 евро. Также удалось платить рубль Анны Ивановны 1736 года в не очень хорошем состоянии. Этот рубль только так же ушел на аукционе. И цена ухода составила 367 евро. Купил я его в свое время за 300 евро. Вот такая вот продажа у меня получилась летом. Следующий рубль, который удалось платить, это рубль Екатерины II 1766 года, СПБ. Я его купил и заслабировал. Он получил грейд Audi Tales Clint, поэтому и слабо я ее выломал, отправил на аукцион. И там она ушла за 536 евро, эта монета. Так что я считаю, это очень даже неплохо. Купил я ее за 300 евро. Следующая моя продажа – это 5 копеек кольцевик 1805 года КМ в грейде NGC M62 и ушел он у меня за 329 евро. Монета мне чисто внешне просто не понравилась. Также я продал следующие 5 копеек. Это были 1859 года, тоже в слабе NGC M62. Тоже мне монета чисто внешне не понравилась. Я ее даже продал дешевле, чем купил. Купил я ее, по-моему, за 350 евро, а ушла она у меня всего за 302 евро. Здесь я немножко потерял. Следующая моя продажа – это 25 копеек 1996 года в слабе NGC M61. Купил я ее без слаба, заслабировал. Она получила такой слабый. Продал я ее за 256 евро. Купил я ее за 150 евро. Вот такая вот продажа тоже. Эту монету у меня купили буквально на днях. Если вы помните, я ее показывал в одном из своих видео. Купил я ее за 5 евро, 2 копейки, оккупационные, 1916 года. И вот ее купили за 15 евро с ИБ. Сейчас я ее уже отправил. Также на аукционе у меня ушел такой вот новодел жетона Мир Спорту в Риме Екатерины Второй. Купил я его за 250 евро и ушел он за 360 евро. Такие жетоны, в принципе, не очень дорогие. Еще одна монета – это 5 марок 1901 года. В отличном состоянии. Купил я ее за 50 евро. Ушла она за 63 евро. Следующие две монеты – это Флорины. Один из них 1858 года, Австро-Венгрия. Второй – 1860 года. Монеты, в принципе, недорогие, довольно частые, в хорошем состоянии найти очень легко. Купил я их каждый по 20 евро. Один из них ушел за 22 евро, а второй удалось продать за 24 евро на одном из аукционов. Так что вот так вот почти ничего не заработал. И следующая монета – 2 копейки серебром 1843 года. Довольно дешевая монета. Продал ее за 26 евро. Давно лежал, даже не помню, по чем купил. Также мне удалось продать эту монету 6 кройсеров 1827 года. Ушла она очень хорошо. Это довольно небольшая монета. Купил я ее за 20 евро, и она на аукционе ушла за 49 евро. И крайняя монета на сегодня – это 2 копейки 1915 года в слабее NGC M65. Монета нередкая, довольно часто, в хорошем состоянии довольно часто до сих пор встречается. Но просто грейд как бы очень высокий, M65, поэтому я выставил ее на аукционе eBay с фиксированной цены. Купил я ее за 50 евро в свое время. Ушла она у меня на eBay за 120 евро. Вот такая вот продажа. Купил человек из Израиля. Шла к нему очень долго, почти месяц. Если вам понравились такие видео, то ставьте мне лайк, пишите ваши комментарии. А на сегодня, в принципе, это все. До новых встреч. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok